Дорогие друзья, если вам нравится творчество данного канала, то вы можете выразить свою благодарность несколькими способами. Не забыть поставить лайк под видео, если оно вам понравилось, нажать на рекламный баннер видео, если вам его видно, или посмотреть рекламный ролик до конца. Побочь каналу материально, ссылки на электронные кошельки вы сможете увидеть в описании канала или любого видеоролика. Как бы то ни было, просто спасибо за то, что вы остаетесь со мной на канале, приятного вам времяпрепровождения. Снова приветствую, дорогие друзья, на ваших экранах Герои Войны и Денег, и как вы можете видеть, у нас стартовал очередной ивент, называется он долгожданный для многих сезон охоты. Да, то есть достаточно давно не было данного ивента, как вы можете видеть, 28 ноября он стартовал, вот, но единственное, что очень сильно смущает, стартовал он уже не таким, как был. Вы можете видеть, что опять у нас очередной формат, как под копирку по все последние волнами, то есть 50 волн стандартных там, потом 60 волн у нас идет для избранных, вот, всего доступных 60 целей. И уже вроде как нету таких рекордов, то есть мы не соревнуемся с другими игроками, да, мы просто идем по этим волнам и пытаемся устранить сильнейшую. Здесь у нас опять же очередной клановый зачет, отдают в награду сапоги, называется, какого хрена я докупал две запчасти. Я-то думал, что их после последнего ивента больше не будет, то есть там турнир, да, был запущен, который не все отыграли. Но мне на тот момент казалось, что администрация поблажки не сделает и следующий уже будет какой-то другой итом, да. Но нет, администрация все-таки решила сделать еще ивент с сапогами. Ну, получается, будут у меня лишние запчасти, вот и все. Может быть, попозже как-нибудь продам. Значит, если побороться за клановые места, за призовые места, могут появиться у нас жрецы пламени. Вроде кто-то говорит, что это говно, кто-то говорит, что наоборот, хороши они. Они, я скажу так, они говно, если вы играете авто, и хороши будут, если вы играете, скажем, руками. Почему? Ну, берем, допустим, тех же ярлов, ставим метку огня и огненными шарами прожигаем нейтралов. Вот и все. То есть, как бы, можно пытаться выходить в плюс таким нехитрым способом. Значит, вот он, сезон охоты. Я сейчас подзастрял на 14-й волне, получил еще один слив, всего 4 раза слился. Титаны пока идут впереди. То есть, ну, это вы сами понимаете, ивент только начался, все может очень сильно поменяться, разумеется. Тем более, у нас не полный состав на данный момент. Ладно, давайте нападем. Попробуем до боя в гильдии тактиков отыграть. Я не знаю, получится у меня сейчас что-то или нет. Один раз я благополучно слился. Дело в том, что эти долбанные феечки, они не хотят лететь. Не хотят лететь, они вперед атаковать. То есть, они начинают строить коробку, закрываться и все такое прочее. Именно поэтому я думаю, что нам надо, наверное, будет лететь вперед. И как-то сражаться с ними. Давайте я, наверное, пока подожду. Вот, видите, они начинают неживаться немного назад. Так, ты у нас не доходишь. Мы тогда вот так подлетим. Наверное, фейка сейчас сагрится, а мы выждем. Да, фейка действительно агрится. Бьют они, как вы видите, безответно. К добру, либо к ходу. И тут, ну тут приходится пулить на кого-то их. Так, если я встану сюда, я, наверное, перекрою ход к Канянскому. Но у меня старший демон там откроет путь. Так, старший демон. Вот сейчас было бы хорошо ее уничтожить. Но это надо максималка, чтобы выпало. Ну, конечно же, такого не будет. Я мастер везения, вы сами понимаете. Ну, хотя бывает, что ее везет. Почему нет? Фейкикс, самые поганные существа, именно вот здесь. Так, сейчас полетят топоры в искусительницу. Да, еще и останавливающие. Потому что много хп у них. Вот, а теперь самое важное. Самое важное, это массовое замедление именно на вот этих сволочных феек. Так, ту я не касаюсь. Ну, а давайте вот этих тогда пока. Латники будут очень медленные, после того, как мы их помедлим. Блин, ну там вот фейка меня, конечно, стримает. Она вылетит, по двум целям сразу ударит, если мы... Сейчас попробуем вынести вон тут в арену. Нет, по двум не ударит, потому что старший демон у меня упрыгает. Старший демон упрыгает. Попробуем. Да, отлично, убиваем. Можно убить. Так, вот это, конечно... Нет, она на двоих не вылетит. Давайте добивать. Главное, чтобы эти пацаны еще не вылетели на... А то можно, кстати, слить, но я там сразу под латников подставляюсь под всех. Мне даже улететь-то, по сути, не на кого, понимаете? Тут сразу ходят все. Если я выжду, я выждаю после фейки. Фейка залетает и бьет по нам обоим. Здесь я грибу хорошо от латников. Как вариант, просто отойти. Так, да. Жалко не на БД, хотя БД у нас должно. У нас 2 БД. Так, тут попытаться снять ответ с тебя, наверное. Потом накидываться на него всеми. Тут еще очень большую роль играет забывчивость. То есть забывчивость, как вы понимаете, ну вот какого хрена ты что мораль, подлюка ты сраная. Забедляем вот эту всю. Чушь. То есть он сейчас уже ходит, ему вообще плевать, да? Нет, он ходит не сейчас. Так, поднимаемся. Надо фейку вырубать, блин. Крайне неприятные. Я из-за них, собственно говоря, и просрал. Откуда у вас столько морали? Как будто у вас их плюс 2. Так, теперь есть варик. Все-таки дать забывку. Вот на всю вот эту вот когорту. То есть теперь нам будет не страшно их бить. Вот это вот сейчас пойдет убожество, блин. Все, то есть вот они не опасны. Так, 469 вот этих пойдут. Тут мы-то опять же, я сейчас сразу же выставлюсь. Оно мне нахрен не надо. Че, может максималку? Спасибо. Так, 195. Но тут вот эти скоты. А тут еще и прямой выстрел. Ждем. Ловим топор. Ждем. Да. Так, ты, конечно же, сейчас еще... А, нет, не ты. А кто? 13-й, 13-й. Сюда тебя. Может, с тебя снять ответ. Навалиться всеми, а? Так, этот замедлен. Этот не замедлен. Он стоит там. Надо раздать забывку вот этим. И сейчас мне надо кем-то умереть. Кем-то надо умереть. Чтобы я мог хавать трупы. Так, давай убьем тебя. Нет, не убилось. Вот, отлично. На тебе что есть? На тебе есть забывчивость. То есть смело валим. Там ни о чем. Тут есть забывчивость. В принципе, здесь, по-моему, на всех она есть. Главное, контролировать этот момент. Ага, вот он пошел съем. Но забывка еще есть. Достать, он не достанет. То есть выстрелить он не сильно. Вот у этого ни хрена нет. Есть у меня одноразово. Нету. Значит, надо жрать демку. Там еще дьявол. Даль, без забывки А3. А от этого вообще ни хрена. Ну, тут хана, конечно, моим лошадям. Тяжкий бой, на самом деле. Вот здесь просто... Он тяжкий за то, что здесь куча вот этих всех уродов. Их реально очень много. Так, на этого лететь нельзя. У него забывки нету. На этого лететь нужно даже. Не то, что можно. От этого пока подальше надо держаться. Валим. Так, а, погоди. Ай, блин, мисс. А, нет, у тебя есть забывка. Ну-ка, он убьешь. Нет, ну, кот смол очень нехорошо. Пускай вообще замечательно просто. Пеечка эта убогая летает, но она уже ни хрена не сделает. Забывка. Вот этого надо, да, сейчас ломать. Предлагаю его ломать. Пока такая возможность присутствует. Потихонечку говарять его. Отлично. Так, коняра, коняра. Пьем коняру пока можем. Тут не выставляться под этого, главное. Щегла. Забывка. Еще два хода. Еще два хода. Ну, пока основные бафы вот на этом медленнее лежит. 275. Надо вот так вот ударить. Да, чтобы вот этот не подошел. Че ты охренел так стрелять? А, у него ничего нету. С него же все сняли. Со скота. О, пошли резать их. Так, что у тебя? 229, 275. А давай-ка добьем их. Эти пока до нас дойдут. Ну, конечно, на БД они очень быстро до нас дойдут. Упорылость просто. И тут хорошо, массовая забывка сейчас переналожится просто. Все, отлично. Ну-ка, на максимум, давай-ка. Отлично. Слушай, вообще. Конечно, сейчас меня тут просто запинают. Так, на массовое замедление, к сожалению, не хватает. Поэтому давайте помедлим наиболее опасных. 86. Ну, вот они. То есть, дебилу понятно, да? Все, режем их. Забывка еще есть, хорошо. Ну, и замечательно. В принципе, я думаю, мы затянули. Вот, переходим на 15-ую волну. Ну, занимает это все, конечно, какое-то время. Не того, конечно, ударил, дебилов тобой. Но тут шансов все равно в ботах уже нет. Вот. То есть, получаем мы всякие сапоги тьмы, еще всякую хренатень. И таким образом проходим. Почему я прохожу этот ивент? Ну, потому что, блин, очки гильдии охотников за это дают аж по полтора штуки. То есть, за самый последний уровень сложности тебе сыпет по полтора очка. Это, черт тебе, дери приятно. Что у нас в ГТ? 15, да? То есть, может повезти. Ну, ладно, давайте я быстренько сейчас только сменю замок. Я планирую пойти опять же красным демоном. Навыки тебе дорожища, какие бы взять? Ну, я это, конечно, брать не буду. Я, наверное, возьму все-таки стандартного ПВП-бойца. Нет. ПВП-бойца 2. Нахрен, я не люблю ауру и скорости пользоваться. Я не люблю, когда в ПВП-боях у меня мана. Есть просто потому, что ее могут забрать какие-нибудь черти. Что-то такое, вы понимаете, да? То есть, знания берем единичку. Если сюда, допустим, я делаю 50, сколько у меня атаки будет? Вот, 53. А с кинжалом? То есть, если я делаю так и делаю так. 57, 44, да? Ну, с кинжалом пободрее будет, наверное, но все-таки у меня мало защиты при этом. Ну-ка, давай-ка. 50 защиты. И у нас получится 51 атака. Хреново знать, мне кажется, мало, ребят. Ну, давайте попробуем, я не знаю, сколько. 45 защиты, да? Давай вот так, 47, например, на 55. Ну, в принципе, неплохо. Так, вступаем в парные. Я думаю, ожидаем. Что еще по сезону охоты можно сказать? В день доступно 10 боев, насколько я понял. Вот. И больше уже нельзя. Вот следующая цель. Вот это вот очень дерьмовая цель. Я вообще не знаю, как с ней сражаться. И на ней же, как вы понимаете, забывчивость не действует. Личи начнут у нас отстреливать, как касатиков просто. По привидениям промахи. Ну, вот эти, конечно же, замедляются, забываются, но у них храбрость. То есть, блин, вот такое вот дерьмо. Сегодня мне доступно еще будет, получается, 5 боев. Перелистнуть нельзя, да? Ну, короче, какие-то такие вот дела, ребят. Как я и сказал, я хожу в основном из-за гильдии охотников. Тут еще золото вот дают. Вроде бы, как говорят, что окупается, но на мне часть артефактов акционные, поэтому, может быть, нихрена. Вот артефакты существа, как правило, все бесполезные. Падают там на единичку, которая у тебя уже есть. Вот даже что-то на ГО выпало. Ну, собственно говоря, не знаю даже, друзья, что об этом думать. Сезон охоты. Вот, 50 целей, если победите, 15 дней вам халявного Абу Бекра дадут. Особо награждены. Принесли клану. Сапоги. Я так думаю, что это крайний уже последний ивент по сапогам. Дальше будет какая-нибудь бижутерия, возможно, какой-нибудь топор, тьмы там выдадут, еще что-то. Кстати, многие говорят, что топовые места это вот эти, где больше существ дают, а не вот эти вот. Ну, не знаю, если правильно применять этих жрецов, вместе с меткой, например, той же, да? Попробовать можно будет, чисто затестить. Что-то получится, что-то не получится, хрен его знает. Ладно, друзья, давайте, бой начнется, и я вернусь к вам. Так, пошло распределение, и сражение начинается. Справа, если... Так, пахнет ботами. Нет, это не боты, максимум зеро. Ну, можно его... Ой, со мной еще в напарниках и рыцарь, который ничего не сделает. А может, ты сделаешь вот с этим вот, удиви меня. Аус. 13, 38, 34, 140. Ну, ума на не очень много, кстати говоря. Дизелек, 48, 35. Ну, если на БД он достанет, добежит, то будет все хорошо. Максимум зеро. Очень опасный соперник. Поднималки, все дела. Ну, это стандартный билд. Искусное нападение, все дела. То есть, он меня, конечно же, сейчас может зарашить с четырьмя-то удачами. Это такой, знаете, билд недумающий. Мне тоже в свое время, когда я качал анти, доставляло удовольствием играть. Как бы, типа, будь что будет, и хрен с ним. Так, тут я, наверное, даже, может быть, вот так пока закроюсь. Потому что, хрен его знает, его вампир может с меня с легкостью достать. Рыцарю только в атаку. Больше никак. А мне надо будет думать, что делать с неписим. Ну, тут как повезет, на самом деле. Тут будут подъемы. Там еще личи будут поднимать. 55, 47. Но у меня искусный деф, в принципе. Вот они, вампиры. Вот они, чертовы вампиры. Отстреливать нужно будет, несомненно. Личий. Но наша искусительница, в смысле, демонеска, ходит позже лича. И я бы, конечно, на месте напарника его фокусил бы меня. Ну, стандартный этот самый. Кстати, уроны, в принципе, по нему неплохие выходят. И, в принципе, такие же уроны будут выходить и по мне. С лаком так вообще это будет капец. Четыре и один, удачи, да? Ну, смотри сам, блин. Конечно, если бы все было наоборот, стопроцентная победа была бы. Ну, и я бы просто в легкую зарашил такого. Вот это вообще мага любого. Ну, мага, кстати, не в легкую. Магу Гаргуль и улетел, да? Лови потом ее. Здесь немножко по-другому все. А вот напротив меня такой жестокий рашер. Четыре лака. Вы можете помнить, когда мы в малый турнир играли. Что с моим гномом? Когда я играл этим альтгномом, что с ним некрован сделал? Едва выстрели. Ну, надо полагать, либо на Минотавра, либо на Гидру. Он взлетел. Хотя можно, конечно, было бы на какой-нибудь Лича взлететь. Ну, то есть, с первого на первого, конечно, желательно Личи убрать. Личи убрать, Личи убрать. В принципе, они, конечно, могут быстренько меня зафокусить. Если правильная игра, у них будет. А на рыцаря насрать. Рыцаря потом можно будет легкую добить. Рыцарь это ничто. Ну, к сожалению, ребята, это так. Что-то там пишешь. И тебе привет. Кстати, я забрал у него. А, ну, конечно, у него прикрышка. Вот видите, мы тогда, как в прошлом бою, с гномом огня также играли. Был Эльф Заклинатель и гном огня, насколько вы можете помнить. И что по итогу случилось? То есть, гном огня был с прожигом, а его прикрывал Эльф Заклинатель в своей куче мана. Поэтому я тяну ману сейчас вообще не у того, кого было бы нужно. То есть, вообще не у того. У этого было бы вообще замечательно ее вытащить, но не у судьбы, потому что вот эта тварь здесь стоит. Ну, просто везет опять по раскладке противникам. Просто очень везет опять. Ангел красиво выглядит. Это у него все артефакты, наверное, да? Нет, у него нет на атаку. Ну да, там меч, наверное, рассветился и как-нибудь более круто выглядел бы. У меня на из Диманески нету, блин, на инициативу. Она сколько лет уже, я не знаю, блин, не падает. У него тогда крылья такие оранжевые-оранжевые становятся. Отлично, на БД вышел. Так, ну и что мы делаем? А нам в любом случае, наверное, надо идти драться просто потому, что мы так открыты. Но вопрос в том, что мы можем, во-первых, выхватить с ответки с лаком. Во-вторых, на нас накидываются и так все. То есть тут может быть все еще печальней. От дракона может отойти хотя бы. Ну, это типа для ответочки. Сейчас вот ее снимет с какого-нибудь черта. Или, или, или пята. Ну, да, дьявола он не достает. Поэтому ответочка у него с цербера. Да, цербера он не достает. Он закрыл. Типа закрыл. Нет, дружище, я не угрожаю твоему ящику. Да, вот вам и лак. Я просто берегу своего коня пока что. Ну, да. Как вы сами можете видеть, все у противника работает исправно. Лети вперед и бейся. Не стой здесь в куче. Нельзя такого делать ни в коем разе. Так, кстати говоря, пока они не тронуты, их нельзя толкнуть и не команду. Но как только я их коцну, а мне придется их коцать, хотя выживу ли я или нет, потому что здесь сейчас сельф походит, он, наверное, сюда мне долбанет в кучу, и я уже буду огрызками сражаться. Вот как только я по коцну, начнутся подъемы неприятнейшие. С этой толкотней, конечно, убогой. Да, некромантов очень сильно бустанули. Давай не будешь стоять. Это вот, конечно, наедебильнейший ход. Я просто не знаю, что он сделал. Чего? Трицать не хотя бы. Ну, слушайте, пацаны, давайте не попрошайничать. Я вот просто не верю тем, кто пишет, я верну. Ни один не верну. Вот честное слово. Занималась всех только Нюку Леша. Всегда возвращает. И то он последний раз забыл вернуть. Я ему об этом просто уже не пишу. Двадцатку занимал, он не вернул последний раз. Ну, забыл, может. Да ладно, в принципе, его простительно. А тех, кого я не знаю, я вообще как-то стремновато, на самом деле. Так, ты церберов узк... Ооо, это хорошо. То есть теперь мы обгоняем, мы можем укусить вот этих обоих, да? Можем укусить, но тогда будет все печально сразу для нас. Просто сразу подгон будет. А, решает выбежать. Может и правильно, конечно. Сейчас, прикиньте, начнет спавить. А, ты... Ну, блин, ладно. Еще Макс, в принципе, логично. Может быть, он у него, конечно, просит. Нет, сейчас, наверное, не будет подъемов, но некого поднимать. Все нетронутые. А мы будем призываться. Ну, вот это, конечно, не выход был. Вообще не знаю. Он бы хотя бы эту убил, что ли. Тогда не было бы такого разгона адского. То есть, ну, как попало, человек играет. Мне нельзя тут тоже кучковаться, блин. А сюда выставимся. Точный выставил, да. Кто бы к тебе, когда подошел бы на точный выставил. Как можно вообще, блин, рыцарями играть? Смешки обычными. Ага. Ну, это не ко мне. Ладно, извиняюсь. Тогда вульф дьявола. Ускоряет коня, но не спасет от него. Да, полетит, конечно. Колдунство вражеское. Я вообще не понимаю. Вот это вот. Просто вот он ничего ангелом не сделал и умером. С другой стороны, конечно, он ящера своего просто выставил. Конечно, я вот сейчас опасаюсь бить. Потому что я знаю, как только я ударю, вот эта вот сволочь подымет. И мне капец. Два, три, да. Один спит. Ну, серьезно. Вот он меня просто убьет сейчас. Блин, по сути. Ну, драться-то надо. Десять, шестнадцать. Одиннадцать, шестнадцать. Ну, тут в меня вот так вот прилетит. В меня прилетит вот так вот метеор тогда. Не знаю, ребят, давайте. Ну, я не знаю. Это самоубийство, на самом деле. Вот я просто сейчас самоубиваюсь. Я знаю, что это ничем нехорошим не светит. Вот реально. Я не знаю просто, что делать. Но не катит у нас здесь опять вот. И все. Это не пессимизм, с моей стороны. Я просто вам говорю, как оно есть. Тут, скорее всего, с большой долей вероятности мы не вытянем. Этот уже потирает руки. Он знает, что он сейчас подымет вампу. Али Дракона. И вообще капец, сразу нам наставит. Ну, вампир, скорее всего. Просто залетит сюда. А может Цербера навернет. Потратил слабость. У него есть еще две поднималки. Мы говорим, что наличие. А наш Цербер, кстати... Ага, все. В жопе. Не ходит наш Цербер. Так было хорошо, когда он ходил до умертвия. Довестника смерти. Ну, тут, ребят, тут реально. Вот сейчас нам медлю здесь все пораздают. Вот эти твари. Которых надо выцеливать первыми у тебя на верифах. Отлично. Сообразил. Ну вот он, подгон. Все. И он уже здесь. Ну, вообще, конечно. Чей-то в стук полный. С НПСами. Он ударит. Просто даже без лака мне сейчас ополоняет Церов. А с лаком... Ну... Ну, без лака. Как бы мне все равно не очень приятно. Вы сами могли это видеть. Давайте на дракона выставимся. Ничего не поделаешь, ребята. В таких раскладах. Ты просто приходишь и сливаешься. Можно особо не думать даже. БД не зашло на этого парня. БД не зашло. Тут еще это... Ну, я от нее прикрыт хотя бы. Мои Церберы хотя бы прикрыты гейтом. Водушевляет Церберов. Обогнали. Да. Обогнали. Бьем Лича, значит. Однозначно. Отлично. Хорошо. Разогнался. Вызывать пока Нейского. 1, 2. 1, 2. И ловим ответ лицом. А кто еще его будет бить? Ну, бить будут кони, например. Но мы тут так встанем, конечно, криво просто. Мы встанем криво. В том плане, что нас накроют колдунством. Ну ладно, ну-ка. 2x. На минотавру, да. Очевидный ход. Тут я ответку, конечно, снял. Ударю. Все это так кисло. Разрушающий луч. Этих рушит, наверное, вообще не смысл. Ну, хотя... С 8 всюду, что тут. Но у него 48. Не знаю, я бы. Давайте все-таки порушим вот эту пацану. Хотя, может быть, имело смысл попробовать кого-то замедлить. Ну, быстро надо слить вот этих, конечно, всех газов. Здесь надо просто быстренько слить НПСА. Тогда, может быть, друзья, появятся у нас шансы утопе слить и этого пацана. У меня, потому что Сапрадмагия есть. Сейчас я убираю Вичи, разумеется. Но потом вот эта вот скотина накрывает меня. С лаком, без лака, неважно. Без лака очень много тоже уберет. С лаком всех уберет. Семеров. Так, 1-3. Уроны, конечно, смехотворные. Сказать не о чем. Что ты? Ну, стой в дефе, естественно. Еще 4-6. Я еще их не убиваю. Вот это приколюха, да? Так, двух целей у нас не будет, к сожалению. Ну, это вообще, конечно, полный кромдец. Ну, сейчас он, конечно, церберов ударит неизбежно. Мы попробуем еще раз. Мы попробуем драку сейчас завалить, может, получится. Да, давай, бей. А, кстати, неплохо. Всегда интересно было, как так церберу бьют жопой, что ли. Получается вот так вот. Вот так вот под две клетки они цепляют. Третья голова там где-то цепляется. Сейчас снимает ответ для дракона. Дракон, конечно, выживет. Так, давайте-ка мы второго леча лучше уложим сейчас вот этим вот. Да? Я думаю, да. Лучше леча сейчас вышвырнуть. Он пытается закрыться, естественно, тщетно. Леча мы не убиваем, к сожалению. Как вообще не убиваем? Если только лак нам сейчас не сверканет, ну уже... Не, опять единичка остается какая-то задрипанная. Которую мы уже не уничтожим. Вот в чем фишка. Может, чуть пониже опуститься? Нет, не опустился. Еще без кликнук, что ли? Так, 35 церверов. Что они могут сделать? Добить леча. Надо ли? Может быть сюда просто шар кинуть попробовать? 4. Без лака, да? Нормально? Гасит. Фаерболл. Не убивает. Метеор. Метеоритка убивает. Просто мне не хочется тратить туда сход цервера, понимаете, че? Делаем так. Воскрешай меня нахрен. Твой ангел ни на что больше не годится. Церберов мне воскреси, я буду кусаться. Где вражеский герой? Вот он. Надо будет занимать места. Вот здесь на лечах. Ну что, что делаешь? Ну воскресил бы. Ну что тебе впадлу? Так, что делать? Что делать? Да, наверное, с этой клетки и бить. Ну чуть повыше встанем. Ну вообще ни в чем, конечно. Это не удар, просто это хрень. Да, кучно стоим. Очень кучно стоим. Естественно, меня будут фокусить. Чуть я вот. Че я ему сделаю? Я их вообще не трогал, например. А бьет, падла, меня. Ну не сволочи ли? На самом деле, я все правильно делаю. Мне надо вынести НПС. Тогда шансы могут быть, понимаете? Вот что у него в навыках? Ни хрена у него из защиты от магии нет. 80 маны. 16 демонессов. Выйдут здесь. Вампиры сейчас ходят. Ходят они раньше. Слушай, попробую ускорить моего призванного. Может мы обгоним? Что, вряд ли, конечно. 15,1. Вообще, блин, неплохо было бы. Тут разница-то небольшая. Так, пожалуйста. Сейчас 18. Ускорь призванного. Ну, что напишешь? А, там же видно. Там видно, да. Сейчас же нынче показывает шкала, что не обгоняет них. Ну, тогда мы погибаем. Что делать? Просто капец с цербером сейчас. Не призванным. Слушай, помогай-ка мне с НПС. Тебе, блин, часть отряда надо сюда на НПС переводить. Бей, блин, своим конем долбанных драконов. Я не знаю. Он у меня завалит здесь. Просто дичайшие. У них преимущество дичайшее. У меня уже никого не осталось. Мне надо гасить с основными войсками. Вот и все. Ничего я не могу. Разгонить нахрен туда. Ну, не буду этого опять же делать. Не знаю, ребята. Все так стрёмно складывается, потому что непонятно. Да, я так и думал, что он побежит туда. Может быть, конечно, и правильно он сделал. Просто снял. Еще одно замедление. Ну, тут да. Тут мы помираем нахрен. Архидьяволы обосранные в страхе ожидают. Спасибо вам большое. Какого-то хрена. Подожди, какие ожидают-то? А. При минус одном БД они же... Ой, слушай, тебя вообще с тысячей и одна проклятие, да? Так, слушай, ну надо грызть его. Пиро надо съедать. Понятно все, конечно, что мы сюда просто встаем, и хрена мы здесь больше не делаем. Здесь надо бить дракона. Тут у нас 41 мана. Это подгон вампиров, либо умеет, либо дракона. Ну, собственно говоря, они важны. Важно то, что мы архидьяволы уже никого не призовут из-за того, что они обдристались, понимаете? 6 хп не могли кого-то призывать из чертей хотя бы, владык. Но не судьба, ребят. Минус один БД сыграло злую шутку. Все против нас. Кони ничего не сделают. Кони ничего не сделают. Ударят, конечно же. Может быть, умертвий. За что платят с ответки, да? У них... А, у них кара, кстати, сейчас упадает. Нет, это хорошо. Я предлагаю, может быть, выбежать и убить вот эту единичку. 1-3. И сдохнуть. Или снять ответ и сдохнуть. Снять ответ и сдохнуть. Ну, а еще и лак сняли. Хоть что-то, да? 4. Ну, неплохо. Ну, подгон. Драконы, вампиры. Основные ударные отряды. Хоп. Хоп. Церберу в лицо. А мы с лаком огрызнулись. Хе-хе. Остатками. Так, слушайте, мне надо просто убегать сейчас этими церберами. Надо сделать так, чтобы выжили призванные. Вот и все. Давай, двоих. Какой ты сильный. Слушай, 160 латников, всего двоих ударило. Ну, ты... Ты же вообще капец. Насколько убого. Так. Знаю, ребята, как по мне, проигрыш очевиден. 32 маны. Так. Все-таки владык можно призвать, да? А кто там? Там у нас черти сидели. Сколько? Двоих вызвал. Ты мне вызвал двоих, владык. Ты мне можешь... Ах, как бы их ударить-то так, а? Здесь я подставлюсь. Опускай подставлюсь. Я лучше отсюда ударю. Пусть он лучше тупую чубьет, чем у меня архивиал лишний раз. Да почему ты одного-то ударил, мышь? Слушай, ни хрена себе, у меня маны. Маны-то у меня хорош. Да. Ну, будут, естественно, меня опять бить. Вот сюда, вот Армагеддон сейчас зайдет. Как его этот, метеоритный дождь. Или сюда. Да, не важно, не важно, что децепануть сейчас. Хотя, может, даже не будет ее трогать. Ну, 6 хп. Чего смеяться-то? Ангела мозга... А, молния. У ангела мозга-то не хватает меня хотя бы резнуть просто. Там, кстати, сейчас вот Церберов мне съедят. Так, а тут я до вампиров не достаю. Но я обгоняю, кстати, вампиров Церберов, поэтому посмотрим, кому он будет бить. Здесь умертвее. Да, добивает. Не любят они меня. Не любят. Ну и что? Атаковать его. Или выждать. Выжидаем. 16-ю снимаем ответ. Атакуем. Может быть, ты все-таки поднимешь мне кого-нибудь? Пожалуйста. То есть, они ждут. 16 снимает. Она все равно не стреляет. Вот. А 13 потом пробивают. Единственный момент плохой. У меня черти парализованы. Они ничего не могут сделать. Ну, давай хоть кого-нибудь подними. Уже. Ну, пожалуйста. То есть, ты про эту обилку ангела вообще ничего не знаешь, да? Что у тебя воскрешение-то есть. Какое-нибудь. Хоть кого-то поднять мне, понимаешь? Из основных. Того же Цербера. Чтоб он ушел просто подальше. Снял слабость. Ну, давай, смотри. Оп. Церберы будут кусать, конечно же, вампиров. Хотя, конечно, можно... Ну, этими займутся кони. Некромант опять скоро ходит. Так, классно. Еще раз взлетел, врезал. Эта двойка тоже еще может кого-то призвать, но доживет ли она дохода. В принципе, должна дожить. Из Церберов он поднимет, знаете, сколько? Шесть, по-моему, питов. Но их двое, может и пять или четыре поднять. А питы, как вы знаете, снимают стандартно хоть кого. Вот этот скоро ходит. Да, какой вот этот ходит? Дракон, правда, от него улетел. Ну, что, дашь мне лак? Нет, конечно. Кроме этих галак-то, придурок. Добьет дьявола. А, еще, я проиграл. Мне больше никого не осталось, ребят. Ладно. В общем-то, вот таким был бой. Все, всем большое спасибо. Ожидайте следующих серий. Надеюсь, это вам понравилось. Всего вам самого наилучшего. И пока, друзья. До следующих встреч.